Идея собрать и представить вот такую выставку у кольчугинских мастеров возникла несколько лет назад. Концепция – единение промыслов Владимирской земли. Для того, чтобы отобразить эту идею в своих работах, ремесленники отправились в поездку по всему региону. Знакомились с мастерами, побывали на производстве, подняли архивы и литературные произведения. Все ради того, чтобы познакомиться с истоками создания того или иного народного ремесла. То, что мы видим на картинках или даже в музеях, это только верхняя часть айсберга, а глубина там на производстве, где люди, которые это созидают, они же тоже на что-то опираются. Мы когда были в мстерии, были в гроховце, были в вязниках и смотрели на окружающую природу, мы поднимались на эти холмы, мы любовались окрестными, мы понимали, откуда появляются эти цветы, откуда появляются вот эти пейзажи и замечательные переливы цвета. Каждое созданное полотно – результат труда нескольких ремесленников, мастеров, художников и портных. Мастер Любовь Яковлева приложила руку к созданию шелковых платков по мотивам барановских ситцев и ковровской игрушки. Но особенно активно проявила себя в разработке экспозиции, посвященной промыслам города Гусь-Хрустального. Все достаточно интересно, и все хотелось и даже самой попробовать, и хотелось и шкатулку нарисовать, и там игрушку слепить. Но вот Гусь-Хрустальный, он просто поразил. С одной стороны это было сложно, а с другой стороны это было очень интересно – нарисовать именно Хрусталь, чтобы были видны и грани, и переливы цвета. Экспозиция была создана в соавторстве с областным домом фольклора. Именно из его запасников на выставке представлены оригинальные шедевры народных промыслов. И по мнению хозяев площадки, совместить все виды народного искусства удалось с успехом. Все эти два года команда мастеров, мастериц, они же участвовали во всевозможных конкурсах. То есть они двигались вперед, собирали грамоты и так далее, и так далее. То есть это была серьезная работа, серьезная подготовка. И вот как результат этой активной жизни – это выставка. Я считаю, очень удачный опыт и очень интересная выставка, тем более в канун Нового года. Выставка декоративно-прикладного творчества будет работать в областном доме фольклора до 27 января. Светлана Барашкова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».